Всем привет! Вы на канале GadgetMoney и это опыт эксплуатации смартфона Cirrus 4 Хотите назовите это обзором? В общем, новое видео, мы начинаем Поехали! Дорогие друзья, я поставил камеру и просто сейчас, буквально в прямом режиме вам расскажу все плюсы и те минусы, которые я нашел в данном смартфоне Забегая вперед, я честно признаюсь вам, что данный смартфон мне понравился Понравился он мне, как я выяснил, по трем причинам Давайте же начнем с первой причины Это, конечно же, его цена Цена данного смартфона... Вообще, подождите, давайте, знаете, так Существуют люди, в особенности это очень большое количество людей на территории страны СНГ, в том числе и России которые не хотят заморачиваться с приобретением гаджетов на просторах китайских интернет-магазинов или на Алиэкспрессе Так вот, компания Fly предлагает вот такой вот выход из ситуации Достаточно интересная моделька прямо у вас в магазине, в вашем городе, буквально рядом с вами Стоимость данного смартфона 7500 рублей Это достаточно много, скажете вы За эти деньги можно купить какую-нибудь Meizu или Xiaomi Да, отвечу я, это достаточно много Но это достаточно мало для смартфонов в наших официальных сетях То есть в связном, в видео и так далее То есть плюс, это его цена Перейдем сразу ко второму плюсу Это его дизайн и внешний вид Данный смартфон сделан из стекла и пластика и, наверное, металла Потому что все-таки ощущается, что рамочка внутри у нас усилена Каким-то сплавом алюминия, скорее всего И это ощущается, когда ты держишь смартфон в той или иной руке во время использования И смартфон кажется достаточно добротным и хорошо собран Мне достался образец, которым до этого пользовались люди Тестировали журналисты, тестировали разные каналы на YouTube И смартфон мне приехал с достаточно серьезными повреждениями В левом верхнем углу достаточно хороший удар был Есть небольшие царапины на экране Есть небольшие царапины на задней части этого смартфона В общем, с обеих сторон этот смартфон покрыт непонятным стеклом Но с отличным олеофобным покрытием Вы, наверное, зададите вопрос, собирает ли он отпечатки пальцев Да, он собирает отпечатки пальцев Но, знаете, это сделано в тех хороших технологиях Которые даже компания Apple употребляла при производстве iPhone 4 и 4s Действительно, смартфон достаточно офигительно смотрится в руках За 7500 рублей, в принципе, это очень-очень добро Ну так вот, продолжим Продолжим мы Внешний вид мы описали Я вам рассказал о том, что действительно он очень хороший Это на самом деле офигительный второй плюс Третьим несомненным плюсом, который мне очень-очень сильно понравился Это экран данного устройства Казалось бы, 1280 на 720 Что ждать от такого экрана на смартфоне за 7500 рублей В течение недели он показал очень хорошие результаты работы на солнце И на самом деле мне очень-очень-очень приятно пользоваться вот таким вот смартфоном Сейчас достаточно пасмурная погона на экране у вас И у меня, соответственно Я без проблем пользуюсь 50% яркостью экрана Отлично вижу экран У него отличное, как я раньше говорил, олеофобное покрытие В общем, третьим для меня несомненным плюсом в работе с данным устройством является его экран Давайте перейдем к минусам, о которых я хотел бы явно вам рассказать И потом, в целом, я сделаю выводы Расскажу немножко про камеру Покажу вам тестовые снимки И, наверное, закончим Самым, несомненно, главным минусом, который я нашел при работе с данным устройством Это отсутствие, вернее, маленькое количество оперативной памяти Здесь, в Cirrus 4, я напомню вам, эта память составляет всего 1 гигабайт Друзья, да, смартфон в некоторых случаях немножко притормаживает Как это правильно выразиться, чтобы не сказать вам, что этот смартфон тупит Нет, друзья, этот смартфон не тупит В обычной жизни при стандартных приложениях, которые я вот сюда загрузил Которые я пользуюсь каждодневно на своих основных смартфонах Никаких проблем с листанием страниц, никаких проблем с листанием рабочих столов Просмотра интернета, просмотра YouTube-видео нет Но в некоторых случаях, если достаточно много трутофоновых приложений Конечно же, данный смартфон будет показывать вам свои, скажем так, выпендрежи Хотелось бы отдельно отметить, это встроенный в него по умолчанию Яндекс Лаунчер Как я понял, что здесь установлен Яндекс Лаунчер Прикольная фича, мне понравилось его использовать В нем есть достаточно детальная настройка внешнего вида, обоев и все, что с этим связано Очень хороший и красивый, тем не менее простой достаточно виджет часов и погоды В общем, друзья, на самом деле, очень-очень все в этом плане хорошо И еще из минусов я бы хотел отметить, конечно же, это не игровой процессор Поиграть в казуальные обычные игрушки вы на этом смартфоне сможете Я скажу вам больше, вы на этом смартфоне даже сможете поиграть на низких настройках в современные 3D игры Пускай это будет Nova 3, пускай это будет GTA, конечно же, будет она у вас безбожно глючить Но если вам нравится слайд-шоу, вы это сможете сделать Я устанавливал сюда танки, без проблем шли на низких настройках Насчет троттлинга, конечно же, он будет присутствовать Хотя процессор, в принципе, достаточно средний Но при этом он тянет все современные игрушки на низких настройках Если, опять же, повторюсь, козлайные игры, без проблем будете играть Из минусов, пожалуй, все То есть процессор, оперативная память, это, конечно же, очень главное в смартфоне Стоит ли на это обращать внимание тому пользователю, который приобретает себе смартфон с двумя сим-картами С возможностью делать неплохие снимки, о которых мы сейчас поговорим чуть позднее Мне кажется, за 7500 рублей это достаточно хорошо Далее, что касается небольшого минуса, но с этим можно жить Это отсутствие 4G-сетей То 3G, скорость современной 3G, он разгоняет достаточно высокую скорость мобильного интернета Но все-таки производителям на заметку, друзья, ставьте Делайте так, чтобы в ваших смартфонах была возможность принимать 4G-связь И, как говорится, использовать интернет с 4G вообще одно удовольствие Я уже не говорю о тех нюансах, что здесь Android 6.0 практически не видоизменен Только изменен настройках Янекс-лаунчера Я не говорю о том, что достаточно аскетичный комплект В нем присутствуют наушники, все это вы могли увидеть в распаковке Давайте перейдем, скорее всего, к камере Камера здесь 8-мегапиксельная и 2-мегапиксельная передняя Конечно же, передняя камера, они разговаривать вообще смысла никакого нету По одной простой причине, она делает никакущие снимки Да, вы сможете прямо, скажем так, сейчас или сможете прямо при включении смартфона Воспользоваться возможностью передней камеры Вот даже при вас я сейчас ее включу Вот она работает, то есть без проблем снимает Меня отлично видно, да, я смогу сделать как бы снимок Присутствует вспышка, которая сейчас отработала, потому что она поставлена на автоматический режим Но, друзья, с этой камерой только выходить в Skype или общаться, может быть, в Viber По видеосвязи каким-то образом и все Что касается задней основной 8-мегапиксельной камеры Сейчас вы видите на экране снимки, которые я сделал достаточно солнечный день Эти снимки мне очень понравились, потому что модуль здесь, конечно же, средненький Ждать от него каких-то прикрас не стоит Но при хорошем, достаточном освещении, в хороший солнечный день Вы сможете действительно сделать достаточно качественные снимки И порадовать вас и ваших окружающих Или те позитивные моменты в жизни, которые вы фотографируете В общем, камера здесь на твердую четверочку с минусом Либо на троечку с таким большим-большим жирным плюсом Пожалуй, наверное, это все, что хотелось бы сказать об этом смартфоне По аккумулятору, по сколько этот смартфон держит Друзья, здесь все без прикрас, он чуть меньше 2000 мАч Держит один рабочий день с включенными модулями Wi-Fi То есть не выключается и 3G Все без проблем работает в течение одного рабочего дня В общем и целом, в течение и на протяжении этого видео Я вам рассказал все, что я думаю о Cirrus 4 Смартфон мне очень понравился за эти деньги В первый раз мне настолько сильно понравился смартфон от компании Fly Что я не хочу его обратно отдавать соответственно компании Fly Ну что ж, друзья, придется, потому что завтра за ним приедет курьер Если вы думаете, что мне эти смартфоны дарят Нет, вы ошибаетесь, мне их не дарят Давайте подведем выводы и мое краткое резюме Кому я посоветую данный смартфон? Я уже говорил на распаковке, уже говорил в течение этого видео Данный смартфон я посоветую именно тем людям, которые хотят здесь и сейчас За 7500 рублей купить очень красивый Черный, обязательно берите черный Бывает еще и белый, но обязательно берите черный Очень красивый смартфон в стеклянном исполнении С очень неплохим экраном С определительным внешним дизайном С посредственной 8-мегапиксельной камерой С таким себе процессором И немножко маленьким объемом оперативной памяти Еще раз повторюсь Мне этот смартфон честно понравился Друзья, если у вас есть такая возможность Если вы не хотите заказывать в Китае В Китае, конечно же, обязательно приобретите данный смартфон Если вы рассматриваете в ближайшее время Варианты покупки недорогого гаджета себе Или своим близким в подарок Все, пожалуй, на этом все Вот такое вот сумбурное видео получилось Друзья, в первую очередь, это мое мнение Это ни в коем случае не какой-то экспертный обзор Это ни в коем случае не качественный контент Друзья, я делюсь с вами тем Что у меня есть, какие у меня есть мысли И что я вам могу рассказать О тех или иных гаджетах Или о тех или иных моментах в моей жизни Вам большое спасибо, что посмотрели данный ролик до конца Конечно же, я всех поздравляю с началом школьного И студенческого сезона Сегодня, 1 сентября, я записываю данный обзор И опубликованы итоги розыгрыша от канала GadgetMoney Сайта GadgetMoney.ru Всех победителей поздравляю Еще будут, конечно же, розыгрыши Но какими будут розыгрыши и когда они будут Это зависит конкретно от вас Потому что вы, к сожалению, очень лениво все делаете Еще раз всем большое спасибо Всего доброго Пока-пока Ах да, я совсем забыл вам рассказать, что все так же продолжает развиваться наш купонный сайт GadgetMoney.ru Там вы можете найти очень много и очень много интересных купонов, скидок, предложений, всевозможные халявы в интернете и в интернет-магазинах Зайдите, посмотрите, потому что сайт обновился Доступны новые купоны, доступны новые магазины И, опять же, если вы начинающий видеоблогер Если вам надо где-то распространять свои видео Или вы можете пишите красивые текстовые обзоры У нас есть bloggersclub.ru Это сайт для начинающих и развивающихся блогеров Размещайте, регистрируйтесь И, как говорится, будет с вами сила Еще раз пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok